Всем привет, друзья! С вами Негодим, и мы продолжаем наше приключение в звездном мире X4 Колыбель Человечества. В прошлой серии мы завоевали доверие земного протектората, выполнили несколько сюжетных миссий, и сейчас нам нужно будет получить заслуженную награду звания Служитель Солнца. А самое главное, нам нужно будет получить доступ к земным технологиям для того, чтобы расширить нашу квартиру. Сейчас наш сферический дятел пока что ищет какие-нибудь интересные объекты в зоне Юпитер, но мы нашли с вами ускоритель, я думаю, сразу же тогда отменяем все приказы, которые мы давали ранее, и сразу же прыгаем вот в этот вот ускоритель для того, чтобы найти Элизабета Кдебой, которая нас наградит званием Служитель Солнца и даст нам некоторые привилегии, которые даются всем служителям земного протектората. Давайте пока у нас мы перелетаем, посмотрим, чем занимаются наши предыдущие корабли. Здесь мы с вами накапываем Коршун Агрессор. Кстати, у нас ушел из Пиратского Сектора, потому что там его немножко покоцали. Сейчас мы с вами изучаем, ну я думаю, что можно будет закончить изучать вот этот вот сектор, он уже достаточно хорошо изучен, здесь нет ничего интересного, и мы должны будем перелететь сейчас вот сюда вот в наш порт для того, чтобы заново снабдить корабль Коршун Агрессор оружием, щитами, новыми двигателями, и уже отправить, скажем так, в бой вот сюда вот в пиратские сектора Чередотарка. Ну что ж, пусть он пока перелетает. Дальше, пустильга-защитник у нас продолжает изучать пионеров Сигариса, после чего она у нас перепрыгнет в Нептун, и дальше начнет изучать другие планеты Солнечной системы. А наш сферический дятел, наконец-то, похоже, нашел туда, куда ему нужно будет перелетать. Вот сюда нужно будет сейчас подлететь, и там наверняка у нас находится то самое место, где нам дадут звание. Вот, я так понимаю, что, наверное, на этой станции. Нам нужно будет найти штаб-квартиру землян, чтобы получить привилегии. Смотрите, у нас идет еще в другой сектор, смотрите, Сатурн-1. Наверняка здесь где-то у нас есть еще и Сатурн-2. Странно, я почему-то, во, Сатурна пока что не вижу. Мы когда развернемся, посмотрим на Сатурн и его кольца, пока мы к нему спиной стоим. А это, видимо, самые крупные спутники у него. Вполне возможно, это Титан. Так, еще одна станция. Можно сейчас посмотреть, какие задания доступны здесь, в этом секторе. Ничего не доступно. Присвоено звание Служитель Солнца. Ну да, мы подлетаем уже. Сканированием я занимаюсь за кадром. Вы меня в комментариях спрашиваете, почему Никодим не сканирует через Shift-3. Дело в том, что это долго и неинтересно. Не всегда находишь какие-то интересные объекты. Хотя здесь бывает достаточно много сундучков с замками, которых открываешь и получаешь какие-то детальки. Даже есть какие-то станции, которые можно будет хакнуть. Но этим тоже долго и неинтересно заниматься. А мы с вами, похоже, нашли, да, земную орбитальную базу. И на ней стоит значок, что это штаб-квартира. Следовательно, давайте сейчас дадим приказ нашему сферическому дятлу перелетать и стыковаться. И посмотрим. Наверняка здесь у нас появились новые задания. Смотрите. В день свадьбы моей дочери. Средняя сложность. 370 тысяч. Атаковать земной корабль. Ну, это сразу же нет. Достать драгоценное кольцо тоже нет. Это будет расценено как акт агрессии. А здесь назначение земной докоборудования, уничтожить криминальный трафик. Смотрите, семинар первого звездного пилотажа. Почему бы и нет? Я возьму и потом выполню это задание. Так, давайте для начала не будем отвлекаться от нашего основного задания. Вот это делаем активным. Ладно, давайте, друзья, посмотрим, чем у нас еще кто занимается. Какие задания мы еще можем взять. Меня больше всего интересует коршун-агрессор. Потому что по его заданию... А странно, он у нас куда-то вот сюда почему-то перелетает. Не нужно тебе сюда находиться. Давайте, удаляем приказ. И он у нас теперь ничем не занимается. Ну что ж, давайте. Мы ему тогда сделаем апгрейд-ремонт. Посмотрим, у него круизный МК-2. Если ты ладиский. Можно будет сейчас посмотреть. Это коршун-агрессор. Давайте сразу же посмотрим, какие лучшие детали коршуну-агрессору нужно будет покупать. Я уже показывал в прошлой серии, что вот так вот в энциклопедии можно будет выбрать боевые корабли, истребители. Ищем коршун. Вот, коршун-агрессор. И для максимального ускорения в круизе ему нужен Теладский круизный двигатель. Теладский. А Параницкий у него будет максимальная скорость просто в секторе. И земные щиты самые лучшие. Ну что ж, давайте тогда мы ему закупим сейчас те самые двигатели. А мы уже приземлились на платформе. Сейчас мы пойдем. Давайте дадим сразу же команду вот сюда вот приближаться, лететь и стыковаться. После чего мы дадим ему сразу же новый приказ, апгрейд и ремонт. И круизный МК-2. Так, сливает. Круизный МК-1. Смотрите, как значительно лучше у нас поднимаются характеристики. Смотрите. 700 тысяч нет. Это слишком много. Давайте поставим 1500. А здесь у нас 1200. То есть вот этот вот круизный значительно прибавляет характеристики. Боковые двигатели не интересуют. Здесь у нас щиты Т-Лацкие. Они, кстати, тоже очень хорошие. Вооружение у нас здесь стоит очень мощное. Если, правда, оно попадет. Дальше. Турельки. Ну, турельки мы тоже оставляем пока что Т-Лацкие. И по поводу ПО. Здесь у нас стыковочный компьютер. ПО дальнего сканирования. Полицейские, расширенные. Все здесь у нас есть. Поэтому закупаем некоторое количество, я думаю, спутников связи. Еще вот так вот штучки. Три, наверное. Улучшенный спутник связи брать не будем. Навигационный, исследовательский. Можно будет взять побольше. Тысячу кредитов мы заплатим за то, что мы сменили круизный двигатель. Ну и экипаж, я думаю, мы подберем не все 15 человек, а сделаем вот так вот 10. Для чего? Для того, чтобы сюда я потом персонал с других кораблей. У нас будет атакой буфер. Корабль-буфер. Мы потом будем пересылать сюда персонал с других кораблей. И перенаправлять на другие корабли. Да, давайте вот так оставим. Посмотрим, что в ремонте. В ремонте у нас 75 тысяч. Ну что ж, добавляем 135. Отлично, подтверждаем заказ. Сейчас наш коршун-агрессор займется делом. А мы пока что на сферическом дятле пойдем искать штаб-квартиру. Так, давайте пробежимся по платформе. Посмотрим, кто у нас здесь есть интересный. Ты у нас пилотаж одна звезда. Мораль вообще никакая. Хм, странная девушка без морали. Давайте тогда найдем кого-нибудь другого. А другого у нас здесь, к сожалению, нет. Ну что ж, пойдем тогда в лифт. Сейчас нам нужно будет запросить представителя ВОО. Официальное представительство земной протектора. Туда-то мы как раз, друзья, и отправимся. Здравствуйте, дорогие представители землян. Я член пионеров Сигариса. Приветствую вас, Элизабет Агдебой. Мы ее, кстати, нашли. Давайте получим сразу же звание. Служение народу земли не ускользнуло от нашего внимания. И мы хотим наградить вас очередным званием. Поскольку вы на деле доказали, что достойны нашего доверия, ваш новый статус позволит вам получить более широкий доступ к земному протоколу. Разумеется, это звание включает... Мы получили звание служитель солнца. Если окажется, что вы недостойны оказанного доверия, ваши привилегии будут отозваны. Нам предоставили лицензии. Отозванная лицензия будет наименьшей из ваших проблем. Уверена, что вы найдете эти награды адекватной компенсацией ваших стараний. Вам также следует ожидать, что определенные земные организации вскоре начнут обращаться к вам за помощью. Имени народа земли еще раз благодарю вас за смысл. Полицейскую лицензию нам дали. Надеемся рассчитывать на вашу помощь и в дальнейшем. Счастливо! Спасибо большое, Элизабет. Что с поряжений? Рапира, как всегда, не вовремя. Но это и неудивительно. Рапира у нас всегда появляется не вовремя. Так, а чего ты у нас здесь не изучаешь сектор? Давай полетаем, посмотрим, где какие у нас есть здесь врата для перехода. И, наверное, стоит полететь. Вот у нас еще прыжковые врата не исследованы. Ну ладно, давайте мы сначала вот этот вот сектор сначала. Потом нам нужно будет установить вот здесь вот один спутник связи. У нас всего два их осталось. Не так уж и много спутников связи. Здесь нам ничего интересного не нужно исследовать. Здесь у нас спутники связи около порта. Мы почему-то спутник связи не установили. Давайте устраним эту ошибку. Вот здесь вот лучше всего его установить. Все, это будет последний. Тогда мы заходим в порт, апгрейд, ремонт. Сразу же закупаем несколько дополнительных спутников связи. Улучшенный. Вот спутник связи. Давайте еще закупим штучек, чтобы 7 у нас было. Все готово. Что у нас по экипажу? Экипаж полностью скомплектованный. Ремонт нам не требуется. Добавляем в корзину и подтверждаем заказ. Так, с рапирой мы с вами разобрались. Коршун-агрессор. Похоже у нас, да, полностью отремонтировался. Давайте мы коршун-агрессору дадим еще приказ закупиться немножко дополнительным оборудованием. Можно будет разместить спутник связи и следовательский зону. Да, давайте вот здесь вот разместим спутник связи, чтобы у нас покрывал и порт вот этот вот ты лацкий. Так, здесь у нас штаб-квартира, а верфь, верфь мы пока что тоже не забрали. Давайте еще и верфь мы дадим команду, раз он здесь уже будет находиться. Еще и верфь тоже будет у нас всегда под присмотром. Ну а после этого, я думаю, можно либо прыгнуть вот в эти вот прыжковые врата. Нет, у нас рапира этим будет заниматься. Либо попробовать пробиться сквозь вот эту череду Тарка. Здесь у нас были огромные засады, но теперь, так как мы улучшили свое состояние, я думаю, проблем у нас быть не должно. Поэтому полетели, пробежимся вот так вот через череду Тарка и узнаем, что же здесь за новый сектор. Может быть мы найдем что-то себе интересного. Ну а мы пока продолжаем разговор с представителем фракции. Итак, Элизабет, покажите, пожалуйста, нам лицензии. Полицейская лицензия 100 тысяч стоит и подписка 10 миллионов. Ну давайте выберем полицейскую лицензию. Она нам даст дополнительные возможности по уничтожению кораблей. И мы как раз только что взяли такую миссию. Ну что ж, давайте тогда купим какие-нибудь чертежи. А чертежи нам обязательно нужно будет купить. Вот грузовые модули в первую очередь. Давайте хранилище твердых грузов покупаем, не задумываясь. Хранилище жидкостей. Давайте тоже купим они, смотрите, S, M и L классы. Ну здесь какие-то цифры прям совсем большие. Я думаю, что нам и по жидкостям вот так вот хватит без проблем. Итак, здесь мы с вами закупили. Что и вот давайте жилой модуль, кстати, закупим. Это очень классно. S модуль стоит 8 миллионов. И мы его пока что не можем. Нам нужен герой человечества репутации 20. То есть нам еще нужно будет подкачать свою репутацию. Ладно, пока про жилые модули забываем. Защитные модули. Защитная платформа по миллиону стоит. Мостовая, административный центр. Но нам уже денег здесь не хватит, поэтому тоже забываем. Давайте посмотрим по промышленным модулям, кто чего здесь может делать. Конечно же, в первую очередь будем смотреть по ценам. Например, смотрите, металлическая микрорешетка. Всего 100 тысяч. Можно будет взять ее. И что у нас здесь из самого дешевого производства? Карборонда. Медикаментов тоже недорого. Электроэлементы у нас уже есть. Но медикамент, насколько я помню, по карте стоит очень дешево. Там какое-то двузначное число. Карборонд, насколько я помню, стоит больше тысячи. Следовательно, вот карборонд мы возьмем точно. Потому что, еще раз напоминаю, чем дороже товар, тем выгоднее его будет продавать. И еще тогда давайте вот эту вот мелочь возьмем. Металлическую кресторешетку берем тоже. Итого 2 миллиона у нас снимется с баланса, но у нас будет большое количество различных модулей. Я думаю, что прямо мы не будем отсюда улетать. Мы сразу же дадим команду нашему сферическому дятлу. Так, не нужно здесь стоять. Я предлагаю сделать следующее. Ты пока перелетай вот сюда вот. Я даю тебе из вашего приказа отправляться. Нет, не надо дожидаться моего приказа отправляться. Я даю тебе четкую команду улетать без меня. Потому что у нас... Все, давай, улетай. Не нужно меня ни в коем случае ждать. Я могу телепортироваться в пределах нескольких секторов. И сейчас мы с вами еще и науку дальше прокачаем телепортации. Смотрите, раз у нас есть Сатурн-1, наверное, где-то здесь Сатурн-2, Сатурн-3, возможно, это разделение по каким-то крупным спутникам, самым крупным спутникам. Ну, ладно, посмотрим. И сюда нужно будет поставить тоже нам... А смотрите, мы сюда еще не поставили. Нужно будет... Подожди, давайте вот здесь вот где-нибудь мы установим улучшенный спутник связи, навигационный, исследовательский, просто спутник связи мы вот здесь вот установим. Все. После этого можно будет без проблем перелетать и искать какие-нибудь интересные места в секторе Сатурн-1. Займемся тогда делом. Мы будем расширять сейчас наш штаб-квартиру, планирование строительства. Модули у нас появились. Я в Википедии за кадром почитал, что делает каждый из этих модулей и посмотрел цены. Карборонд стоит очень дорого, а вот эти вот металлические микрорешетки, они хоть и стоят копейки, но они входят в состав строительства карборонда. То есть у нас получается очень выгодно. Но нам пока не до этого. Нам сейчас нужно будет построить вот этот вот контейнер с твердыми ресурсами. Поэтому давайте мы его... А почему они до сих пор еще площадку никак не сделают? Странно, удивительно. Делают, делают и никак не сделают. Давайте посмотрим. Подтверждаем изменение этого модуля. Смотрим, какие ресурсы. Ага, еще карборонд они пока что не привезли. Цены. Давайте смету мы с вами поднимем. И корабли у нас. Там есть торговый корабль, который все это привезет, все закупит. И застройщик. Застройщик у нас тоже назначен. Ну что ж, друзья. Все. Твердые мы с вами сделали. Можно будет сразу же запланировать еще и... Нет, давайте пока не будем бежать впереди паровоза и тратить просто так деньги. Я хотел сказать, что можно будет еще вот такой вот крестовой коннектор сюда поставить. И так как мы купили еще и жидкие... Ох ты, какие красивые жидкие контейнеры. То тогда мы сюда еще и потом жидкие приделаем. Наверняка они нам тоже понадобятся. Ну и потом карборуд и металлическую микрорешетку мы приделаем куда-нибудь вот на эти крестовые коннекторы. Нам сейчас нужно будет понять, что у нас с деньгами, друзья. И так, у нас остался всего один миллион. У нас коршун-агрессор что-то... Ага, он пролетает пиратские сектора. Надеюсь, что все будет хорошо. Да, мы уже в чередотарка первая. Сейчас перелетим в чередотарка вторая. Здесь вроде бы мелочь одна у нас. Нет, здесь хорошая крупная рейдерская группа. Но так как у нас скорость теперь большая, я надеюсь, что мы улетим без каких-либо проблем. Мы только посмотрим одним глазиком, что у нас находится там дальше. Найдем какие-нибудь, если есть пути, куда-нибудь влево, вправо или вверх или вниз. И сразу же перепрыгнем в следующий сектор. Наверное, сделаем таким образом. А здесь у нас продолжаются исследования самого сектора. Ну, понятное дело, наверное, нужно будет... Давайте сразу тогда отменяем, чтобы не ждать долго. И полетели вот сюда. Перепрыгнем в следующий сектор. Посмотрим, что у нас там есть. И мне кажется, что логично искать что-то либо вот здесь. Да, наверное, нам нужно будет вниз теперь перелетать. Давайте я предлагаю сделать следующее. Пока мы далеко не улетели. Я предлагаю полететь куда-нибудь вот сюда, например. Можно даже посередку вот так вот перелететь. Посмотреть, какие у нас здесь есть сектора. Наверняка вот здесь тоже есть какой-то переход. А уже только после этого мы с вами... Можно даже вот так вот сэкономить, так как здесь искать особо нечего. И потом перелетим вот уже в следующий сектор. Все, здесь мы задали. Рапира чем у нас занимается? Рапира у нас занимается исследованием новых секторов. Нам сейчас нужно будет установить вот в этом вот месте еще один спутник связи. Странно, у нас всего их два осталось. Здесь мы установим спутник связи. Будем всегда смотреть, что находится в доке оборудования. После этого, я думаю, нужно будет исследовать еще вот это место. Пролетим донизу. И дальше посмотрим. Там, похоже, мы еще что-то продали. Да, баланс у нас немножко поправился. А потом нужно будет закупить еще некоторое количество дополнительных спутников связи. Давайте я еще вот так вот закуплю. Добавим в корзину, подтверждаем заказ. И все, и рапира у нас уже будет полностью снабжена. Кстати, давайте посмотрим для рапиры, какие самые лучшие двигатели. Потому что где-то здесь у нас рядом находится вот и док оборудования, и ремонтный док. Может быть, мы и рапиру сможем с вами переделать. Давайте посмотрим. Корабли, боевые, торговые. А кораблей разведчиков нет? Наверное, это тоже боевые корабли. Рапира. Для рапира самая быстрая скорость в круизе это аргонцы. Мы с ними уже подружились. Максимальная скорость это сплитовская. Ну а емкость генераторов, щитов это земные. То есть самые лучшие щиты, получается, для всех это земные, без вариантов. То есть мы можем перелететь еще и к аргонцам и увеличить скорость практически на 30% даже с лишним. Ну что ж, запомним. У аргонцев возьмем еще себе двигатели. Вот эти вот сектора очень интересные. Давайте сейчас перепрыгнем в Сатурн-2 и в Сатурн-3. Посмотрим в первую очередь, что это такое. Сейчас он подлетит сюда. Мы поставили спутник связи. И денег, да, еще мы 100 тысяч немножко прибавили. Очень даже неплохо. Ну ладно, друзья, здесь нам больше делать нечего. У нас больше нет денег. Хотелось бы, конечно, закупить больше различных модулей. Но займемся этим в следующий раз, когда у нас будет хотя бы миллионов 10. А пока отправляемся куда-нибудь, ну, например, я думаю, в торговый зал. Там всегда у нас интересно. Зона торговцев. Вперед. Что еще здесь у нас можно будет посмотреть? Посмотрим потом. Так, на крафт-станке мы можем что-нибудь с вами... В этот раз ничего мы с вами сделать не можем. И давайте посмотрим, кто у нас здесь. О, приветствую тебя, Айка Сузуки. Что у тебя есть интересного? Покажи мне, пожалуйста, свой товар. Блок интерфейса. Ну, продавать у нас больше ничего нет. Смотрите, базовый семинар пилотаж. Первый уровень управления. Нет, нам это все не нужно. Гербицид, гидронасос, мея-глид, микромоторчики. Ну, да, это нам тоже ничего пока что не нужно. И мы пока ничего не набрали. Ну, все, ладно. До свидания. Где я могу найти? Кого? Представителя фракции мы уже нашли. Торговца. И маршрут по месту. Ничего интересного, я думаю, не будет. Все, счастливо. До свидания. А мы, наверное, можем сейчас телепортироваться в наш звездолет, который бороздит как раз у нас вот эти все сектора. Кстати, он должен был уже перелететь у нас в следующий сектор. Наверное, Сатурн-2. Да, отлично. Значит, у нас здесь будет Сатурн-3. Так, возвращается обратно. Ну, я думаю, что вряд ли здесь что-то есть интересного. Я потом за кадром уже здесь поперелетаю. А нам пока нужно будет сейчас, смотрите, к закрытому контейнеру подлететь. После этого исследовать первый ускоритель и посмотреть сектор Сатурн, видимо, 3. Итак, открыли мы с вами новый сектор, а у нас коршун-агрессор залетел куда-то в неположенное место. Нет, давай мы тебя отведем отсюда, от центра карты. Не нужно. Там вон уже какие-то корабли начинают заходить в атаку. Так, что у нас получилось? Какое-то выдалось только что сообщение. Ухудшение репутации, земной груз. Обнаружил нелегальный груз. Так, она у нас там летает. Я так думаю, это, скорее всего, либо сферический дятел, либо, что еще хуже, это у нас вот этот пустильгозащитник, который где-то здесь у нас мотается. Ты чем занимаешься? Ты пока у нас будешь в другие сектора перепрыгивать. Нет, давай мы тебе сделаем вот как. Удаляем все приказы. В первую очередь тебе сделаем подлететь вот сюда, посмотреть, что это за знак вопроса. Второй знак вопроса, ты подлетишь вот сюда и тоже узнаешь. Потом нужно будет поставить вот здесь. Смотрите, здесь у нас незаконный торговец. Я думаю, это будет прямо интересно. Мы здесь установим один спутник связи. Это раз. Здесь, наверное, вот, док логистики. Обязательно нужно будет поставить здесь тоже спутник связи. Ну а после этого можно будет перелетать уже вот в этот вот ускоритель. А потом в нижний ускоритель мы с вами полетим. Ну а мы пока посмотрим другие отделы на этой земной станции. Смотрите, здесь мы были, офис охраны, инженерные секции. Мне кажется, это будет интересно посмотреть, что там у нас будет особого. Может быть, мы кого-то... Никого здесь у нас, к сожалению, нету. Взломать. Смотрите, терминал для взлома. Требуется дешифратор систем безопасности. Теперь мы будем знать, как взламывать вот эти вот компьютеры. Но для этого нам нужно будет сделать... Взлом распоряжение. Так, это кто? Сферический дятел куда-то подлетел. Ты у нас там чем занимаешься и куда ты у нас улетел? А, он у нас подлетел к запертому контейнеру. Ну ладно, тогда давайте мы телепортируемся сюда. Там у нас ничего больше на станции нет интересного. И погнали. Дай-ка я сам возьму этот контейнер. Привет. Приветствую тебя. Сам открою те кодовые замки. Итак, взломал я все замки. Давайте посмотрим, какой хабар мы наберем в этот раз. Так, аккуратно. Гербицид, трофейная электроника для изготовления. Охотск, имеется охлаждение, тюнинговое ПО. Вот это вот интересно уже. Смотрите, сброшенный контейнер подобран. Нейронная АИИ-сеть. Ну что ж, давайте я тогда встаю. Дальше всем будет заниматься наша Дэви Конорита. Да мы с тобой уже пять раз на дню здороваемся. Садись давай в кресло. И полетели по командам. Смотрите, у нее уже пилотаж три звезды. То есть она прокачивается на этом корабле очень быстро. Итак, сферический дятел. Выдадим ей следующую команду. Улететь вот сюда вот в супермагистраль. И пока наш сферический дятел открывает новые супермагистрали, давайте посмотрим, как у нас дела в нашей штаб-квартире. Там у нас должно уже было начаться строительство. Так, крестовой коннектор. Карбарунт. Странно, почему они все, деньги есть, все есть. Давайте посмотрим, что у нас в исследованиях. Телепортация. Нужно будет невидиум, плазмопроводы и систему упреждения. Здесь нам нужно будет потратить кругленькую сумму. Ну ладно, давайте мы ее потратим, чтобы у нас телепортация вот этого уровня начала уже изучаться. А после этого тут много чего. Сверхтекущий хладагент. Наверное, вот как раз для этого нужно будет как раз жидкие контейнеры, которые мы только что с вами купили у землян. Ну и посмотрим обзор логистики. Здесь у нас все в порядке. А невидиум можно будет перевести с нашего шахтерского корабля, который у нас здесь копает неподалеку. Ну все, я надеюсь, сейчас там у нас разберутся. Мы пока что заходим во врата. И нужно будет просмотреть пустельгозащитник. У нас, ага, спутник один поставили. То есть мы теперь всегда будем видеть, что у нас здесь продает брокер. Перелетели мы с вами в какой-то... Титан. Титан? Ого, мы с вами приблизились к одному из спутников Сатурна. Ух ты, какая красота. Посмотрите, друзья. Это Сатурн со своими кольцами. А здесь у нас рядом находится его один из самых... Куда ты поехал это? Зачем она в какую-то другую сторону у нас поехала на разведку? Ну все, наверное, здесь, я так думаю, вряд ли что-то мы найдем прям совсем интересное. Поэтому мы сферическому дятлу, чтобы он у нас долго не летал, удаляем все приказы. Даем команду разведать последние вот эти вот врата. Наверняка вот здесь у нас откроется. Ну по логике это сектор, наверное, должен быть у нас уран. И после этого мы будем возвращаться в земное докоборудование. Поставим здесь... Сразу давайте, чтобы не забыть. Поставим здесь маяк. Спутник связи 5 штук. Навигационный исследовательский. И дальше уже будем заниматься своими делами. А рапиру у нас открыла еще один сектор. Память о прибыли 9. Ну что ж, давайте мы тогда изучим и этот сектор. Пробежимся как можно быстрее. И нужно будет коршун-агрессор проверять обязательно. Потому что он может нарваться на засаду. И в ручном режиме тогда нам придется его спасать. Так, коршун чем у нас занимается? Сверху у нас нету ничего. Здесь у нас тоже нету ничего. Я даже думаю, можно сэкономить немножко время. Потому что чем быстрее мы отсюда улетим, чем быстрее мы найдем еще какие-нибудь прыжковые врата, тем будет лучше. Давайте мы пойдем... Вот вверх у нас относительно безопасен. Поэтому мы сделаем вот таким вот образом. Вы тут обнаружили кое-что? Так, это дятел, наверное. Да, это дятел нам там что-то сообщил. Давайте вот так. И потом вот здесь вот изучим. И будем отсюда убегать, друзья. А мы тем временем... Репутация у нас повысилась. Компания Теллади. Сделка проведена. Интересно, только непонятно совсем, какая у нас тут была сделка. Но сферический дятел у нас продолжает исследовать уран. Вот, да, мы с вами нашли, кстати, уран. Поэтому быстро сейчас перелетаем и будем выполнять наше следующее задание. Еще один ускоритель мы с вами нашли. Память о прибыли. Вполне возможно, можно будет как-то соединиться с нижними еще секторами. И мне кажется, что должен быть у нас проход наверх. Потому что, смотрите, карта у нас получается какая-то не совсем симметричная. То есть вот здесь явно что-то должно быть. И мы еще, к тому же, не обнаружили несколько рас. Расы можно будет посмотреть также все в энциклопедии. А пустильга-защитник... Ага, она у нас... Смотрите, как интересно. Пустильга-защитник сейчас тоже сюда прилетит. И контейнеры... Ну, давайте, наверное, мы пока что вот так вот пролетим. Контейнер мы здесь заберем. Вскрыть контейнер. Нет, вскрывать мы не будем, потому что могут быть проблемы с этим, друзья. Так, а куда у нас сферический дятел? У нас он решил вернуться. Обратно к Сатурну. Здесь у нас тоже рядом запертый контейнер. Поэтому не будем пролетать мимо. Удаляем все приказы. Подлетаем к запертому контейнеру. И наберем себе много всего интересного. Пустильга-защитник. Мы можем, кстати, сюда телепортироваться? Да, можем. Здесь он у нас... Ну, что он у нас здесь? Он у нас ничем не занимается. Поэтому будем продолжать открывать вот эти все сектора, друзья. Так, и последний замок. Так, срезаем и смотрим, что на этот раз нам попадется. Базовый семинар управления. Отлично. Новый баланс. Трофейная электроника. То есть нам деньги еще дали. 14 тысяч. То есть вот я первый раз вижу, чтобы вот в таких вот контейнерах еще дополнительно были деньги. Для изготовления горячка. Галлюциногены. Имеется для изготовления СУВ. Одна из трех деталей. Ну что ж, отлично. Все, садись тогда, Дэвика. Горея. Обратно. И полетим по заданию. Давайте посмотрим. Может быть в этом секторе нам выдали какие-нибудь дополнительные задания? Нет, не выдали. Облава. Ну что ж, давайте тогда делаем это задание активным. Посмотрим, куда нам нужно будет сейчас перелететь. Вот сюда, вот в земной докоборудовании. Как раз мы сюда и хотели полететь. Что ж, давайте. Мы даем команду здесь установить гражданский спутник связи. А потом мы уже сделаем непосредственно само задание. Рапира. Вот она нашла еще один ускоритель. А Коршун-агрессор. Во! Он у нас нашел верфь. Очень рискованно, друзья. Ух ты, как страшно-то. И это подозрительно. Давайте мы сделаем вот что. Попробуем сейчас в наглую удалить все приказы. И поставить вот здесь вот спутник связи. И сразу же куда-нибудь улетим в сторону. Давайте вот так вот отлетим. Заодно и этот вот сектор тоже мы доисследуем. Ну а потом, если все пройдет хорошо, можно будет подлететь. Вот страшно. Можно будет пролететь в прыжковые врата. И прям пролетая мимо, можно будет установить здесь спутник связи. Коршун-агрессор уже установил. Смотрите, спутник связи. Ксенонская станция. Конечно, давайте мы ему тогда отменяем вот этот приказ. Знать бы заранее. Давайте удаляем заранее. Здесь забираем развертывание. И лучше всего его установим где-нибудь вот здесь. Мне кажется, это будет самое лучшее. Спутник связи. Мы тогда сразу и ксенонскую станцию заберем, и вот эту вот вверх заберем. Ну а потом сразу же отсюда смотаемся. Странно, почему ксеноны на нас вообще не обращают никакого внимания. А чем у нас занимается грузовой корабль? Он у нас шахтерский невидеума. Полный отсек забил. Но мы его не можем выгрузить, к сожалению, в наш штаб-квартиру. Потому что у нас там еще не готов отсек с твердыми ресурсами. Пионера Сигариса, баланс пополнился. Ну потихонечку мы начинаем возвращаться опять к прибыли. 400 тысяч у нас после всех выплат получается. Пока все идет более-менее нормально. И посмотрите, наш Коршун-агрессор начали бить. У него немножечко щиты сбились. Видимо, вот ксенонская верфь имеет какие-то турельки. Пролетая рядом, мы, наверное, задели их. Ну все, восстановили мы с вами. Все нормально, сейчас он доползет. Смотрите, здесь еще одна ксенонская станция. Наверное, куда-то отлетать вот сюда вот ставить было бы слишком рискованно, потому что все эти станции продолжают стрелять. Но давайте тогда попробуем. Удаляем все приказы и попробуем разместить маяк где-то примерно вот в этом вот месте. Надеюсь, что он у нас одновременно заберет все вот эти вот три объекта. Ну все, давай, лети быстрее. Потом нам нужно будет улетать вот сюда вот вниз. Я специально не пошел сюда, потому что здесь тоже могут быть турельки. И дальше мы исследуем еще вот эти вот куски. И посмотрите, друзья, на нашем сферическом дятле мы подходим к крупной станции. Где-то здесь уже можно, наверное, расположить спутник связи и начать выполнять наше задание. Да, это земной док оборудование. Я думаю, что мы не будем сейчас так долго ждать, не будем подлетать прямо к месту. Я тогда удаляю все приказы и сам постараюсь все сделать. Что ж, извини, у нас очень много дел. Во-первых, друзья, нам нужно будет приблизиться вот сюда, вот 15 километров. Пока по пути. Давайте мы с вами выкинем один из гражданских спутников связи. Готово. И посмотрим, насколько она у нас хорошо будет брать. Отлично. Здесь тоже хорошо. Коршун-агрессор у нас как там? Не стреляет? Во, смотрите. Мы с вами взяли и верфь, и две станции. Что ж, тогда... Ну здесь мы быстро подлетели. Смотрите, это грузовой корабль. Это шахтерский даже. Давайте мы тогда удаляем этот приказ. Сейчас вот исследуем здесь. Странно, что у нас нету никаких врат рядом. А тем временем мы должны на сферическом диатле уничтожить криминальный трафик. Я даже думаю, что включим сразу же все пушки. Так. Нормально у нас стреляет. Только почему-то... Мне кажется, всего две. Хотя у нас четыре пушки. Ну что ж, давайте сейчас понаблюдаем, кто здесь у нас чего ворует. Опознаны корабли преступников. Опознаны корабли преступников? Опознан известный преступник. Док оборудования землян. Служба ремонта. Готово. Раз. Корабль службы ремонта. Два. Где-то здесь еще у нас был один корабль. У нас. Ага. Я специально немножко задерживаюсь для того, чтобы случайно не убить кого-нибудь из своих, потому что в прошлый раз я случайно задел за полицейский корабль. Это дорожный корабль контрабандистов. Так, нам всего два... Прошу помощи в преследовании. Сейчас, сейчас. А где? Покажи. Как говорится, ты не умничай, ты пальцем покажи. Готово. Готово. Еще один корабль убили. Еще один известный преступник. Так, готово. Мы с вами выполнили это задание. Облава. Репутация у нас не повысилась, но зато мы получили 61 тысячу. И сейчас нам еще... Так, не успел я. Еще нам сейчас должны за полицейскую миссию дать, потому что мы имеем полицейскую лицензию. Спасибо за помощь. Отлично. Вот небольшая благодарность от нас. Давайте посмотрим, насколько большая... Получено 9 тысяч, новый баланс 500. Странно, почему у нас такой... Спасибо за помощь. Ага, еще пошли они. То есть каждый раз по 3 тысячи нам дают, но это лучше, чем те 500 кредитов, которые были раньше. Воскрешение. Так, коршун-агрессор у нас дошел до места. Давайте посмотрим, чем он у нас сейчас занимается. Ему главное сейчас не стоять. Врата мы никакие не нашли. Ну, куда мы можем теперь отправиться? Смотрите, здесь мы все исследовали. Давайте по самой кромке сейчас пролетим. Вполне возможно, что врата могут быть где-то на самом-самом краю. Поэтому пролетим. И здесь пираты как раз нас доставать не будут. И еще вот этот вот сектор мне очень-очень интересен. Потому что здесь наверняка тоже что-нибудь у нас может быть. Кстати, может быть еще и вот здесь. А потом мы к Сенонскому порту поставим здесь спутник связи и быстро сбежим из прыжковых врат. Хотя я надеялся и верил, что у нас здесь нету пиковая вот эта вот матрица 79B. Я думал, что мы найдем дорогу куда-нибудь еще и подальше. Но придется, видимо, возвращаться через все эти врата. Рапира у нас ничем не занимается. Она у нас новый сектор нашла. Память о прибытии 10. И у нас здесь, видимо, есть проход Фортуна на Пилио. Итак, друзья, давайте наконец-то выполнять наши основные задания. Делаем активный и отправляемся, видимо, в Гетцов Фьюни. Вот сюда нам нужно будет сейчас отправиться. Ну, конечно же, я сам туда не полечу. У нас полетит Дэви Канарита. Ты у нас прокачалась уже почти на 3 звезды. Какая она у нас молодец. Поэтому мы дадим сразу же команду перелетать вот сюда вот. Аванпост ополчения Солбарм. Лучше дать команду прямую, потому что она может сильно перетупливать. Вот так вот лететь. Когда мы уже подлетим, тогда я возьму управление в свои руки. Сейчас самое главное не проглядеть Коршуна Агрессора. Посмотреть, что он у нас здесь может быть найдет. Странно, что врат нет нигде. Но вот здесь, я думаю, скорее всего, у нас внизу есть врата. И мы тогда улетим в утреннюю звезду. Мы с вами заработали еще 78 тысяч. Наш баланс стал 600. Как-то у нас деньги перестали прибавляться. У меня есть такое подозрение, что это как-то связано вот здесь вот со строительством. Смотрите, 2 минуты. Корборун до сих пор еще почему-то не привезли. Компьютерный субстракт. Хранилище твердогрузов. Тоже еще не привезли. Баланс у нас есть. То есть мы спокойно можем здесь все оплатить. Давайте посмотрим, как у нас дела в науках. Может быть, они начали закупать. Да, смотрите, они плазмопроводы уже принесли. Энергоэлементы у нас свои собственные. Не видим. Мы привезем грузовым кораблем. Но только после того, как у нас будут грузовые вот эти вот отсеки и систему упреждения начали уже потихонечку возить. То есть, если, наверное, посмотреть, то наш грузовой корабль должен был с большой биржи. Давайте посмотрим, чем он у нас занимается. Группа Альфа, Защитник, те самые системы упреждения. Так, давайте сейчас вручную по-быстрому запертый контейнер откроем. Последний замок. Все готово. И мы с вами получили еще какое-то достижение. А пока получаем все предметы, которые мы собрали вот с этого вот круглого контейнера. Легкая неуправляемая ракета. Мия Глит еще немножечко добавили. Ну, короче, интересно. Ладно, друзья. Давайте мы тогда полетели дальше по заданию. Я думаю, что можно сейчас пойти даже... Ускоритель пояс астероида. Так, что это у нас? Смотрите, запертый контейнер. Давайте вот к нему как раз мы и направимся. Как раз это будет рядом со станцией. Заодно мы заберем здесь запертый контейнер и начнем выполнять задание. А может быть, этот запертый контейнер уже как-то связан с этим заданием. Никаких посторонних миссий нам больше не дают. Экономика военного времени. Нам нужно будет разведывать инфраструктуру хсинонов, уничтожить элементы. Кстати, как бы нас не уничтожили. Давайте посмотрим, чем у нас занимается Коршун-агрессор. Он у нас пытается найти хоть что-нибудь, хоть какие-нибудь врата. Но, к сожалению, видимо, их здесь, наверное, нет. Давайте мы тогда отменяем ему все приказы. Удаляем приказы. Вот здесь я еще последняя надежда. Думаю, что мы здесь можем что-нибудь найти. Раз. Ну и давайте пролетим, наверное, вот сюда и вот сюда. Это, наверное, Гетсуфьюна. Гетсуфьюна. Так, мы прибыли так быстро на место. Молодец у нас Дэви Конорита. Все, подходим мы к месту назначения. Сейчас мы возьмем вот этот вот контейнер и начнем выполнять наше основное задание экономика военного времени. Может быть, здесь какие-нибудь миссии появились? Нет, к сожалению, не появились. Самое главное сейчас не потерять Коршуна-агрессора, друзья. До распоряжения. Подожди. Давай опять слази с кресла. Приветствую. Ну что ж, рекруты, в награду за вашу самоотверженность, позвольте мне обрисовать ситуацию более обширно. Миссия, похоже, началась. Словному командованию мои слова могут не понравиться. Но если мы продолжим прямо противостоять ксенонам, бороздя просторы сети огромными флотами и героические туша пожары везде, где только они вспыхивают, мы обязательно проиграем эту войну. Не истолкуйте это превратно. Корпус противостояния вторжению незаменим. Как в качестве грозной тесницы протектората, так и в роли защитника и спасителя. Однако, непрестанная мясорубка крошащих друг друга в щепке флотилий не может продолжаться вечно. Чтобы по-настоящему победить ксенонов в войне на выживание, крайне важно, чтобы вместо этого мы разрушали их инфраструктуру везде, где только возможно. Эти паразиты шмыгают по окраинам наших секторов, сторонясь наших линий обороны и выкачивая наши ресурсы. Я отправлю вас в разведку. Докладывайте обо всех случаях обнаружения инфраструктур ксенонов. Так, тут у нас вообще-то нападение идет. Рассуждает она весьма здраво. И это натолкнуло меня на одну мысль. Вот смотри. На первый взгляд, ксеноны могут показаться неведомой и неудержимой силой. Но их методы ведения войны не так уж отличаются от наших. Подобно нам, они полагаются на своих разведчиков, чтобы оценить силу своего врага и отправить на борьбу с ним соответственное число своих боевых единиц. Но в отличие от нас, это просто машины. Это все рефлексы, реакции. Итак, если мы атакуем их разведчика где-нибудь в нейтральном пространстве... Мы можем оттянуть их силы и, если получится, оставить узлы их инфраструктур без защиты. Прошу прощения, я вас просто все еще слышу. Вы можете попробовать осуществить свой план, однако будьте осторожны. Ксеноны не просто вычислительные машины. Они непостоянны, непредсказуемы и смертельно опасны. Будьте постоянно на чеку. Да мы постоянно на чеку. Нам очень дорога наша жизнь. Так, нам нужно будет развернуть спутник в указанные позиции. Достаточно близко к аванпосту, но при этом не слишком далеко от окраин сектора, кишащих ксенонами. Спутник может послужить приманкой, а заодно помочь пораньше обнаружить приближающихся разведчиков. Ну что ж, отличная идея, Шинамун. Мы сейчас выполним ее. Так, влетаем в сектор. И здесь, видимо, нужно будет разместить спутник в указанные позиции. Интересно, у нас с вами запасные спутники-то остались? Так, спутник связи 4 штуки. Готово. Задание мы выполнили. Ты уже в курсе, насколько быстрые эти штуки. Как только появятся, попробуй выстрелами вышибить его из круизного режима. С радостью. Давайте переключим сейчас на все вооружение. И будем смотреть, с какой стороны он у нас появится. Так, вот у нас. Так, вот у нас появился. Так, ну, конечно же, мы его не сможем взять, потому что он летает у нас на огромной скорости. Давайте, наверное, отправимся за ним в погоню. И попробуем сейчас его уничтожить. Так, давайте сейчас отправимся в самые клеммы. В самые клеммы не получится, потому что скорость у него, конечно же, очень велика. Давайте попробуем синхронизироваться. Shift-X. И у нас скорость сейчас должна значительно возрасти. Теперь... Ух ты, кто там? Ух ты! Он в нас нападает? Вот это вот было весьма-весьма неожиданно. Ладно, попробуем сейчас с ним подраться. Вроде бы маленький кораблик. Ой, стой! Что, что? Я просто хочу рассмотреть его поближе, пока есть возможность. Подождите, пока ваш напарник... ...с нас скачивают данные? Ладно, ладно, я понял. Не стоило этого делать. Давай просто разнесем его в куски, хорошо? Хорошо. Готово. Не рассказывай никому, ладно? Ну что ж, давайте получим там какую-то ксенонскую штуковину. Вот, я не забылились. Так, поврежденный сигнулярный двигатель. Элементы инфраструктуры ксенонов. Здесь, смотрите, крупные корабли. Я крупным кораблям лучше приближаться не буду. Лучше 14 километров. Но этот... Нет, этот большой. Я с ним, скорее всего, не справлюсь. И он идет на нас, друзья. Давайте мы сейчас посмотрим, чем у нас занимается Коршун-агрессор. Странно, почему он станцию еще одну нашел и вступил с ней в бой. Не нужно тебе этого делать. Давай, побыстрее уходи отсюда. Давай, вот как-нибудь... Мы краешком сейчас пролетим. Посмотрим, может быть, здесь у нас где-то находятся врата. Скорее всего, вот в этот сектор будем прилетать. А пока на сферическом дятле наше задание. Элементы инфраструктуры нужно будет сейчас изучить. Погнали. 70 километров. Мы сейчас пролетим мимо вот этих вот маленьких кораблей. Надеюсь, что они на нас не сагрятся. Ну что, я прибыл на место. Какое следующее будет распоряжение? Скорее всего, уничтожить вот эти вот шахтерские корабли. Так, давайте. Ух ты! Нас тут бьют, так скажем так, нехило. Так, смотрите, это крупные корабли. Это корабль М-класса, поэтому нам тут достается по первое число. Готово. Первый корабль мы с вами уничтожили. А вот у нас и второй. Что у нас со щитами? Это С-корабль. Я не знаю, насколько он крупный, но мы постараемся уничтожить сейчас и его. Главное не приближаться очень быстро и продолжать маневрировать вверх-вниз, влево-вправо. Чтобы его турельки не смогли... Вот, вот, смотрите. Нужно будет заходить сейчас сзади. Так, давайте. Заходим сзади. Главное, чтобы он нас никак не смог повредить. А мы ему побыстрее наваляли по первое число. Готово. Есть. Что-то у него отвалилось. Теперь возвращаемся к командпосту и... Погоди-ка. Это что? Еще один из тех навигационных маяков? Нелли, анализ. Забрали мы еще две штуковины. Программируемая матрица. Кой же самый сигнал, что и тогда. На этот раз я от них не отстану. Ну что ж, найдите источник странного сигнала. Вот он, маяк. Да, тот же самый маяк. Что распоряжений? Да подожди, рапира, как всегда, не вовремя. Это уже становится злой шуткой, что рапира появляется всегда именно тогда, когда у нас самый напряженный момент. Что нам нужно будет сделать? Найти источник странного сигнала. Вот он находится в 70 километрах. Поэтому давайте мы сейчас рапире... Опять у нас карта не работает. То есть иногда вот это вот почему-то бывает переглючивает. Не совсем понятно. Приходится отлетать на какое-то расстояние. И только после этого у нас срабатывать начинает карта. Вот давайте сейчас посмотрим. Так, и коршун у нас, к сожалению, не работает. Ничего. То есть, несмотря на то, что этой игре уже почти три года, она до сих пор у нас продолжает глючить. Найти источник странного сигнала. Наконец-то у нас появился доступ к карте. Давайте сейчас посмотрим. Здесь, похоже, нет ничего интересного. Здесь у нас один прыжок вверх. Ну, тогда можно будет изучить дальше прыжки еще вот в этом вот секторе. И обязательно нужно будет посмотреть, чем у нас занимается коршун-агрессор. Он у нас как-то непонятно медленно летит. Как будто бы ему здесь что-то не нравится. Давайте удаляем вот этот вот приказ. Управляемся к источнику странного сигнала. Где-то здесь мы должны находиться. И у нас разведать странный маяк. Еще один маяк мы нашли. Навигационный. И он, похоже, не наш. Это ксенонский маяк. Что ж, давайте сейчас мы его тогда исследуем. Еще один. Да, еще один. Чуя в мое сердце, что в чем-то подвох. Вперед. Теперь уж мы точно с этой задачкой разберемся. Следовать за сигнальным следом в шпору дикаря нужно будет отправиться. Опасное место, потому что это ксенонский сектор у нас получается. Но давайте, раз нас просят. Я думаю, что мы успеем сбежать. Хорошо бы раздать команды всем нашим кораблям. Да, давайте, прежде чем отправляться в этот страшный поход, мы посмотрим, как у нас с коршуным-агрессором. Странно, почему он у нас тут вообще ничего не находит. Может быть, здесь правда нет у нас никаких врат. Здесь у нас ксенонский корабль, прямо рядом с вратами. Но вроде бы это какой-то небольшой у нас кораблик. Так, ух ты, смотрите, он большой-то небольшой, но он еще и сопротивляется. Там, причем он М-класса. Давайте, наверное, отходить как можно быстрее назад. А нам почему-то никто не помогает, и щиты у нас начинают медленно, но верно уменьшаться. Ну, этого-то мы, конечно, сейчас замочим, а вот с этим я связываться, конечно же, не буду. Давайте, пусть его сейчас наш друг замочит. Ну, все, можно будет сейчас развлекаться. Так, давайте, отходим назад, чтобы не стоять на одном месте. Он сейчас у нас отвлекается лишь только на корабль нашего помощника. Так, готово, друзья. Смотрите, мы два мощных корабля замочили. Ну, а эту мелочь, я думаю, мы спокойно сейчас добьем 6 километров. Невероятно юркий, готово. И следующего мы тоже... Стоп, 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 здесь что-то у нас очень интересные какие-то куски от него отвалились. Надеюсь, что мы сейчас их подберем. Рапира у нас изучила память о прибыли 10. Сейчас полетим в память о прибыли 9, наверное, изучать. Ну, а пустельга-защитник у нас, смотрите, как отлично изучает всю солнечную систему. Все, теперь с чистой душой мы можем спокойно прыгать во врата шпору дикаря. Так, найти след. Ох ты, сзади какая-то засада. Давайте побыстрее отсюда уходим, друзья. Да, сейчас мы пройдем по ней. Давай за мной. Ну, мне кажется, что у тебя корабль немножечко... Да-да-да, у тебя корабль вроде бы помощнее. Да-да, за мной. Что, у него заело, что ли? Ух ты, кто это? Что это такое? Вот это да. Какие-то... Это на ксенонов не похоже, друзья. Что ты творишь? Что там происходит? Клянусь отрыжкой мукой. Оставь их в покое. Так. Чертва! Хватит им совать всюду свой нос! Не бывает. Я вдоволь насмотрелся, как ты и твои приквозни все время трясетесь от страха. Так. Нет, прекрати немедленно. Кеннади Орканик. Ты же знаешь, что это с тобой уже сделало? Будь ты проклят, Акендай! Кендай. Ты больше не удержишь меня на своем поводке! Ух ты! Мы нарвались на психов, на космических, и лучше на... Встречения противника всем отрядам. Немедленно вернулся на базу. На нас навалился весь сектор. Нам нужно будет срочно вернуться в аванпост, но я хочу все-таки достичь вот этих вот непонятных мест, где у нас был сигнальный след. Так, отлично. Ну и все, возвращаемся к Гетсу Фьюни. Давайте посмотрим, куда мы залетели. Ух ты! Здесь у нас еще один навигационный метод. Смотрите, шпора дикаря. И, наверное, нужно было перепрыгнуть в следующий сектор у нас, друзья. Но пока нам задание такого не дали, мы с вами отправляемся вот сюда. Полетели. Я даже думаю, что пойдем на автопилоте. И тем временем мы посмотрим, как у нас Коршун. Так, он опять нарвался на какую-то засаду. Но прыжковых врат здесь опять у нас, к сожалению, тоже нет. То есть, куда бы мы ни подлетели, прыжковых врат у нас нет. Это вроде бы безобидные кораблики. Здесь у нас шахтер, электростанция. Можно будет потом сюда привезти хороший такой большой флот из крупных кораблей. И здесь все у нас раздолбать. А наша рапира нашла еще одни прыжковые врата, которые мы можем сейчас разведать. Все. Ну, тогда нет смысла вот сюда вот перелетать, потому что прыжковых врат там больше, скорее всего, у нас уже больше нет. Поэтому давайте сразу же полетим. А, нет, эти прыжковые врата мы уже знаем. Нет, не знаем. То есть, мы их узнали только сейчас. И это как раз дорога к 18 миллиардов. Вход в систему. Гетсу Фьюна. Рекрут. Где во имя Земли вы пропадали? Я лечу, лечу уже. Все в порядке. И тут крупные корабли, друзья. И здесь корабли у нас М-ки. Нам сейчас придется как-то маневрировать. Надеюсь, что нам очень поможет наш второй пилот. Оборонительная платформа. Оборонительная платформа. Ну что ж, будем крутиться рядом. Там, скорее всего, у нас будут и защитные лазеры, и все остальное. Защитить аванпост ополчения Солборн. Так, защищайте аванпост до прибытия помощи. Завлекайте их на линию огня. Так, давайте разворачиваемся, друзья. Не шагу назад. Не шагу назад нам выдали приказ. Ну что ж, давайте начнем, наверное, с какой-нибудь мелочи. Вот. А, этот корабль уже убили. Тогда подходим потихоньку. Будем уничтожать мелкие корабли. А наш напарник займется вот этими вот М-класса. А мы пока что Эски поубиваем. Главное, чтобы сейчас не сагрить кого-нибудь нехорошего на себя. 6 километров, 6 километров. Так, готово. Этих мы довольно быстро убили. Мне, кстати, помог вон напарник. И кто-то, похоже, решил на нас еще нападать. Вот, 8 километров. Ну что ж, давайте эту мелочевку я сейчас тогда прикончу сам, если успею долететь. Потому что защитная платформа тоже очень хорошо, неплохо защищается. Так, готово. Давайте я сейчас назад. Так, первый готов. Второй сейчас подлетим. Нам нужно будет маневрировать. Потом я, наверное, подберу все, что здесь есть интересного. А мы пока что переходим к следующему кораблю. И его уже земляне добили, получается. Ну что ж, очень мощно у нас тут идут атака. Так, давайте. Так, смотрите, какие у них юркие корабли. Они мгновенно уходят из зоны обстрела. Он разворачивается и заходит сейчас на нас. Я думаю, что мы успеем. Ага, не успели. Пушка как раз перезагрелась. Так, готово. Еще один корабль мы с вами уничтожили. Давайте поехали дальше. Посмотрите, какая у нас здесь настоящая войнушка идет. Защитная платформа хорошо обстреливает лазерами. Мы приближаемся. Сейчас мы этот кораблик маленький добьем. Кстати, ух ты! Вот это прямо мимо прошел. Давайте вот этого добиваем, друзья. Так, аккуратно. Так, готово. Еще один кораблик мы с вами убили. Давайте сейчас посмотрим. Очень юркие корабли. Очень трудно зайти к ним в хвост. Они еще и разворачиваются и отвечают. Но в основном вроде вот так вот успеваешь. И лазеры, кстати, почему-то не наводятся точно. То есть приходится постоянно вот так вот доманеврировать для того, чтобы заходить и начинать их вот так вот уничтожать. Видите, лазер не дает, прям не попадает в точку. А здесь нужно очень точное попадание. Так, давайте. Сейчас вот этот корабль добили. И крупный корабль, в принципе, только лишь остался. Лучше с ним, наверное, не связываться, потому что он нас будет атаковать. Поэтому уходим от него. Защищайте две минуты. Нам осталось всего лишь продержаться. Я думаю, что мы добьем всю вот эту вот мелочевку. Так, готовый. Плюс еще один корабль. Это какие-то... Так, корабль службы ремонта тоже заодно защитили. Ну и все, остались лишь только вот эти вот крупные корабли. Так, смотрим, пока все идет нормально. Так, опять эти юркие мелкие кораблики улетают у нас из-под носа. Ну, я думаю, что готово. Есть. Последнего мы... Нет, не последнего. Где-то у нас еще впереди несколько мелких корабликов осталось. Сейчас мы их тогда домочим. Три километра, два километра. Давайте на опережение немножко пойдем. Так, готово. Так, готово. Эту мелочь мы, кстати, тоже с вами все уничтожили. Так, но этого, я думаю, мы добьем довольно-таки легко. Да. А теперь осталось крупный корабль и один маленький. До крупного корабля четыре километра, до этого семь километров. То есть нам придется, видимо, пройти через крупный корабль. Ладно, давайте мы тогда синхронизируемся. С этим кораблем, чтобы летать примерно в одинаковой скорости. Ага, как он быстро у нас уходит. Смотрите, друзья. Пролет у них довольно-таки сильный. Так, главное еще по своим не попасть. Есть, готово, уничтожили. Ну и все, друзья. Остался только последний крупный корабль. Так, давайте отходим назад. Фу, вовремя. У нас щиты немножечко поснимали. Мы выполнили с вами эту миссию. Получили мы с вами... Вы отлично справились сами. Сколько-то миллион, кажется? Хотя это было намного ужаснее того, на что вы изначально подписывались. Когда все уляжется, я свяжусь с вами индивидуально, чтобы обсудить наши следующие шаги. А сейчас вы немного отдохнете. Считайте это приказом. Кроме вас, лету. Вы внесены в приемный список в моей штаб-квартире. Нам есть о чем поговорить. Ну что ж, мы выполнили экономику военного времени. Спасибо за помощь. Пожалуйста. Получили 175 тысяч. Наш баланс опять стал полтора миллиона. И нам нужно будет поговорить с командованием миссии в секторе Солнца. Ну что ж, друзья. Отправляемся. Но прежде этого я хотел бы посмотреть, чем занимаются наши корабли. В первую очередь Коршун у нас, надеюсь, нашел какие-нибудь... Нет, он летает-летает, но ничего не находит. Вряд ли здесь у нас будут врата какие-то. Ну пусть долетит, потому что там безопасно. Так, дальше Рапира у нас открыла новый сектор, который называется Двое Великих. Мы тогда его сейчас ускоренным образом вот так вот поисследуем. К нашей пустильге Защитник мы дадим команду доисследовать вот эти вот остатки Солнечной системы. Все, приказы мы раздали. Ну что ж, давайте посмотрим, какие у нас есть задания. Требуются альтернативные орудийные компоненты. Очень легко. Нам нужно будет доставить нестабильный кристалл. Ну, я не хочу с этим связаться, потому что нужно будет его искать. Здесь эксклюзивное приглашение. Элементарно. Нам для этого понадобится перелететь в сектор Марса. Обратно вернуться к Защитной орбитальной платформе. Ну что ж, я, конечно же, туда не полечу. Я очень ленивый. Туда полетит наша... Приветствую. Да, приветствую. Дэви Канарита. Проходи, проходи. Садись в кресло. У тебя есть суперсекретные задания. Нам нужно посетить командование миссии. Ну а пока мы перелетаем, давайте все-таки посмотрим, как дела у нас с нашей станцией. Так, планирование строительства. Здесь Карбарун так до сих пор и не привезли. Удивительно, конечно, чем они занимаются. Давайте мы им тогда чуть-чуть прибавим вот так вот 200 тысяч. Все, может быть, они не могут по дешевке купить здесь Карбарун, потому что мы прям впритык дали денег. Все, теперь корабль должен отправиться. Давайте, кстати, посмотрим. У нас тут гриф-защитник. И он у нас привез. То есть, если мы сейчас посмотрим на науку, то, скорее всего, есть все, кроме невидиума. Да, именно так. А невидиум мы сюда не можем привезти только по одной причине. Потому что у нас нет, к сожалению, хранилища твердых грузов, которые почему-то у нас так до сих пор и не может построиться. Карбарунда у нас пока что нет. Итак, друзья, прибыли мы на станцию. Теперь по заданию нам нужно будет поговорить с командующим миссией. Подожди, не убегай, подожди, ты у нас какая крутая. 70 тысяч. Мораль. Механика 2, мораль 1, пилотаж вообще никакой. Ну ладно, до свидания. Спасибо за то, что показала дорогу к лифту. Подожди, я первый нажму на кнопочку управления и секретные службы. Что ж, давайте сейчас поговорим. И нужно будет по станции еще пробежаться. Здесь торговый отдел нужно будет посмотреть. Здравствуйте, товарищ командир. Ого, как интересно. Командование миссии. Давайте попробуем с ней поговорить. Рада видеть вас в целости и сохранности, Рекрут. Прошу прощения за рисковатый тон несколько ранее. Связь прервалась. Дейла Сиратория. А я терпеть не могу, когда не слышу своих подчиненных. Я готов дать рапорт. В подробном рапорте нет необходимости, Рекрут. Мои сотрудники уже изучили борт-журнал вашего корабля, когда вы прибыли. Не подлежит сомнению. То, чему вы стали свидетелями, чрезвычайно важно для протектората. Но это лишь половина того, что побудило меня вызвать вас сюда лично. Вы проявили беспрекословное подчинение и ясность ума в крайне стрессовых ситуациях. И показали себя как истинный защитник солнца даже в самое суровое момент. О, мне сейчас, наверное, новые звания присвоят. Я прошу вас до специального оперуполномоченного. И нет, вариант подсказа не предусмотрен. Однако, я могла бы любезно ответить на некоторые из ваших вопросов. Если они у вас, конечно, есть. Только без разглашения секретных сведений, разумеется. Конечно, конечно, никто не узнает. Что случилось с моим напарником? Мои аналитики не совсем уверены в точном порядке событий. Нам следовало бы опросить самого Шинамона. Однако, он пока что остается пропавшим без вести. Ух ты. Судя по вашему отчету, похоже, что его могли похитить. Но у меня есть подозрение, что все обстоит сложнее. На самом деле, мне следовало заранее просчитать, чем это может окончиться. В конце концов, предсказание действий как союзников, так и врагов – это моя основная задача. По какой-то причине Шинамон, видимо, отчаянно старался прославиться, быть дотошным и подливым в любой ситуации. А еще у него, кажется, имелись кошмарные предчувствия относительно ксенонов. Я могу только догадываться, но, вероятно, какие-нибудь из услышанных в детстве рассказов о Великой войне землян против нашествия машин еще тогда разбудили в нем воображение. Попытки понять то, что понять невозможно, могли сыграть с ним злую шутку. Так, становится интересно, что на самом деле представляет собой ополчение Солборн? Актуальнейшая инициатива по укреплению сплоченности общества. Ну, или еще один неудачный эксперимент, если верить противостоянию. Изначально, когда я выдвигала эту идею, в основном я преследовала цель создания общего дела для тех, кто лишен доступа к Солнцу. Ну, а наплыв иностранных соискателей оказался приятным, хотя не совсем уж неожиданным побочным эффектом. По большому счету, какой резон тревожиться за нашу прекрасную систему, идти за нее сражаться, если ты чувствуешь себя вне гражданином второго сорта, если вообще не чужаком? Я полагаю, нетрудно заметить некоторые параллели с инициативой пионеров, еще одной затеей, не оправдавшей возложенных на нее надежд. Хотя и совсем другого толка. Можете считать это моими домыслами, но я уверена, очень скоро вы и сами во всем убедитесь. Вы поосторожнее с пионерами, я сама, потому что пионерка. Как дела обстоят с Антигоной? Это был, мягко говоря, очень досадный скандальчик. Мы были близки к полному фиаско, но в конечном итоге мне удалось уладить отношения с секретарем республики Антигона. В общении с остальной частью сети Врат мы всегда будем стремиться показать себя с лучшей стороны. Но не стоит пытаться этим пользоваться. Земля никогда не допустит в своем отношении угроз или насилия. Интересно. Куда мне отправляться теперь? А пока вы выходите через эту дверь и восстанавливаете силы. Как только почувствуете, что готовы, приходите, и мы поговорим снова. Уверяю, у вас будет еще полно возможностей применить на деле свои блестящие способности. Дейла Сератори. Задание выполнено. Эксклюзивные приглашения. И давайте на этой оптимистичной ноте мы закончим эту интереснейшую серию. Не забывайте поддерживать наше видео прохождение своими лайками и комментариями. Поделитесь ссылкой на наш канал со своими друзьями. А с вами был Никодим. Встретимся в следующей серии, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok